добрый день меня зовут станислав и вы на канале орхидеи дома вот и дошел момент до этой вот прекрасной орхидеи которая называется pink princess она была участницей видео про плесень и я показывал вам как были поражены у нее плесенью корешки но вот наступил момент когда за последние скажем так две недели никаких патогенов я не вижу то есть корешки которые вы видите раскукленные продолжают расти я хочу сегодня эту орхидею распаковать из мха и сделать ей более менее уже постоянную посадку кстати тургор у листа не сказать что супер но более-менее такой неплохой и я хочу ее сегодня простимулировать и я несколько недель назад приобрел биостимулятор роста и удобрения для орхидей который называется фиталон если кто-то уже пользовался таким препаратом напишите пожалуйста в отзывах свои комментарии как вам понравился он или не понравился не вам конечно лично а вашим растениям был ли какой-то эффект от удобрения стимулятора или не было но почитал на флаконе что тут написано здесь пишут что этот стимулятор роста применяется ко всем видам орхидеи что данное удобрение содержит составе высокое количество аминокислот растительного происхождения и комплекс биологически активных веществ необходимых для полноценного роста и развития орхидеи все компоненты препарата находятся в легкодоступной для растения форме и поэтому быстро поглощается как листьями так и корнями и еще из преимуществ данного аппарата пишут что данное удобрение обеспечивает полноценное питание для орхидей благодаря обогащенному составу также подкормка подкормка повышает устойчивость растений к заболеванию и стрессовым факторам при выращивании и благодаря высокому содержанию аминокислот орхидея формирует большее количество побегов ну побег уже у этой орхидеи как вы видите уже был один на второй мы сейчас пока мы скажем так не претендуем но все же будет интересно попробовать будет ли какой-то эффект от этого биостимулятора и удобрения и так что я сегодня буду делать значит я возьму по инструкции этого препарата литр воды вода напомню теплая где-то примерно двадцать пять двадцать восемь градусов и значит здесь указано что на литр воды нам нужно полтора два миллилитра этого препарата значит перед тем как мы я опущу этот препарат и буду растворять воде как говорится доверяй на проверяй я все-таки проверю насколько же повысится количество солей в воде после того как я добавлю этот препарат и так у нас дождевая вода имеет как вы видите 44 единицы солей и я возьму для начала половины половину дозы вот видите где-то получается 0 а стоп сейчас секундочку ну да все правильно тут тут единица получается 1 миллилитр и и добавим и в воду перемешаем давайте сделаем следующий замер как мы видим увеличилась до 7 84 то есть можно смело увеличивать дозу я считаю до той которая производитель указывает кстати этот препарат обязательно перед использованием нужно взбалтывать и и после того как я наберу еще второй миллилитр хочу сказать что на этикетке этого препарата написано что после вскрытия этот препарат хранить нужно в холодильнике и конечно же сразу спрячу этот препарат в холодильник так давайте теперь замеряем итак вы видите да 127 единиц солей давайте хорошо все таки еще размешаем чтобы не было никаких больших погрешностей и и смотрим у нас получилось 108 ппм это 108 109 частиц получается солей на миллион и это допустимая норма итак замочим для начала мох чтобы нам легче было распаковать эту орхидею и буквально на минутку-две я поставлю на паузу когда мох промокнет я включусь и так прошло пару минут я думаю что мох уже хорошо пропитался так сейчас секундочку вот так вот чтобы было вам видно и распакуем эту орхидею видите когда мы мог намочили кстати вот видно что у этой орхидеи был раньше стаканчик 1 и 7 а а сейчас она была пересажена в 2 и 5 и вот прямо тот мох который обматывал тот мох как когда орхидею пересаживали в стаканчик 2 и 5 вот быстро как бы у нас отвалился и дальше вот идет стаканчик как которым она изначально видно было высажена размера 1 и 7 и тут я корней не наблюдаю практически никаких так плохо конечно что была подтверждена орхидея напасти плесени хорошо так вот мы все сейчас уберем и можно же в этой воде вот так вот немножко промыть для того чтобы нам лучше было понятно с какими корешками сейчас орхидеи придется расстаться а расстаться придется с пропавшими с теми корешками которые уже орхидеи пользы не принесут возьмем такие ножницы и теперь наверно кроме пропавших корешков я так думаю мы еще и уберем наверно нижний листик один или два так вот тоже можно смело убирать вот такой который болтается на одном тяже такой корень тоже орхидеи уже не нужен вот тот корешок который вот смотрите начало основания нормально а дальше идет засушенный на месте на месте на том где он начинает засыхать мы делаем срез вот прямо отвалился тяж остался это у нас мог вот краешек тоже засушенный ну что листики обратите внимание почему я сказал по поводу листьев значит смотрите вот из-под нижних листьев вернее не из-под а уже выше нижних листьев начали пробиваться следующие корешки и возможно эти листья они уже особо видите он уже начинает желтеть орхидеи уже особо не нужен но тормозить развитие новых корней рост новых корней этот листочек будет поэтому мы его сейчас уберем вот видите под этим листом вот черное пятнышко это корень который уперся в этот листочек и к сожалению не вырос потому что не смог пробиться через этот листочек вот по этой причине мы и убираем этот нижний листик ну пожалуй это тоже нам не нужен эти два листика скорее всего что еще были у орхидеи из фласки скорее всего что и поэтому я думаю что они свое уже давно отработали и вот так вот аккуратно разводя по сторонам убираем так остался вот у нас кусочек сейчас мы прибегнем к помощи пинцета так вот теперь вроде бы еще маленький кусочек так ну что никаких особых патогенов как я говорил я вроде здесь не наблюдаю и сейчас делаю то что и я говорил вам в начале видео хочу я хочу простимулировать эту орхидею в нашем биостимуляторе и заодно испытаем что же это за чудо такой биостимулятор который стоит примерно в три раза дороже чем обычное обычное удобрение для орхидеи которыми я как правило пользуюсь и и причем у этого биостимулятора объем всего 100 миллилитров а у удобрений которые я покупаю примерно пол литровые бутылочки но есть 350 450 пол литра и цена пол литровой бутылочки в три раза дешевле чем этот биостимулятор ну что я оставлю так орхидею где-то на 15-20 минут чтобы она хорошо пропиталась вот вы видите что она не вся погружена я за эти 15-20 минут буду ее окунать вот так вот листиками потом корни потом листики потом корни и через 15-20 минут вернусь к вам ну вот прошло 15 минут можно достать нашу орхидею значит видно да что орхидея корни хорошо пропитались сейчас мы можем еще раз проверить на то чтобы корни не были пропавшими так как именно в мокрой форме мы можем лучше видеть ну вроде бы все хорошо положим сейчас эту орхидею немножко пусть она протряхнет ну а теперь обратим внимание на мох в котором она была и вы видите что он уже свое отжил значит я думал взять чуть-чуть мха и добавить в посадку к этой орхидее но мох в таком состоянии ну для чего это делают для того чтобы перенести флору предыдущей посадки в новую для это ну и из-за этого орхидея лучше примет новую посадку но добавлять ничего не буду и здесь сейчас наверное вам вставлю видео 40 секундную вставочку о том какой мох я получил вот на днях значит последний раз два года назад я получал мох я его хорошо просушил и он у меня находился просто в обычных или целлофановых пакетах или в обычном боксе который я сейчас вам покажу вот такой вот красавец мох который перед тем как хранить нужно обязательно хорошо просушить и вот так вот время от время переворачивать возьмем заготовленный мох я думаю для посадки нам примерно вот такого количества хватит замочим его все в той же шваде в которой у нас была только что замочена орхидея сейчас я наверное поменяю ракурс и я думаю что посадку вам будет лучше видно именно вот так вот со стороны сбоку изначально я конечно планировал ее посадить в такой вот горшок закрытую систему но я считаю что это количество корней недостаточно для закрытой системы и я наверное ее посажу вот такой обычный двенадцатый горшок который у нас и пойдет потом именно в этот горшок в эту это кашпо и будет она у нас находиться наверное вот так вот сейчас мы сделаем примерку вы видите да на низ я уже положил керамзит чуть-чуть ниже вот так вот и орхидея я так думаю здесь будет комфортно значит на дно я буду использовать керамзит по краю я немножко положу мха сфагнума и всю эту посадку всю эту посадку мы с вами сделаем в кору сосны которую я предварительно замочил в триходермине и фитодокторе не нравится мне ракурс немножко я его вот так вот поменял ну что на дно как обычно пошел у нас керамзит теперь мы сделаем вот так вот несколько кусочков коры и теперь вот примерно сделаем по окружности горшка укладку мха так как орхидея как вы видели постоянно находилась всю свою жизнь так сказать во мхе мха я положил достаточно много для того чтобы корни максимально лучше приняли новую посадку я считаю это ну для такой посадки важным моментом и дальше теперь заполним корой так этот кусочек мы не положим до до того у до 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 Смотрите продолжение в 3 части. Постараемся хорошо заполнить все пустоты, но сильно не увлекайтесь, чтобы не повредить корни корой. Не устану повторять, что при посадке наша задача посадить орхидею таким образом, чтобы она твердо, так сказать, стояла на ногах, чтобы она не болталась. То есть, видите, она если болтается, то болтается с горшком. Вот так вот она... Ну, листочки понятно, что колыхаются. Вот такая вот посадка у нас сегодня получилась. Надеюсь, что наш биостимулятор и удобрение, которое мы сегодня применили, как заявлено производителем, сделает свое дело. И хочу... Кстати, я не сказал, что действующее вещество этого препарата, аминокислоты, составляют 230 грамм на литр, микроэлементы 15 грамм на литр, ауксины 12 грамм на литр, и цитокинины 0,05 грамм на литр. Ну, давайте, эксперимент, скажем так, наш начался. Давайте посмотрим, как эта орхидейка себя поведет дальше. Ну, а я, конечно, вам через время ее обязательно покажу. Ну вот, на сегодня, пожалуй, и все. Если вам понравилось видео, жду, конечно, от вас лайки, жду комментарии, жду, если кто-то пользовался этим биостимулятором роста и удобрения. Напишите, пожалуйста, о своих результатах и достижениях, работает он или не работает. Ну вот, на сегодня, пожалуй, и все. Заходите на канал Орхидеи Дома Еще, и всем хочу сказать, до новых встреч!